МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Промышленность Шумерли представлена предприятиями малого и среднего бизнеса, а также такими авторитетными производствами, как завод спецавтомобилей. Последний постоянно расширяет круг партнеров. Объем заказов по сравнению с прошлым годом вырос на 30%. Побывав в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре, Михаил Игнатьев поинтересовался, насколько оперативна работа и скорая помощь. Достаточно ли медицинских препаратов? Удобно ли пациентам пользоваться электронной регистраторой? Глава Чувашии также обсудил с жителями улиц Октябрьская, Интернациональная и Сурская вопросы горячего водоснабжения, строительства дорог и тротуаров, капитального ремонта многоквартирных домов. Подробнее о рабочей поездке в Шумерли мы расскажем завтра в программе Республика. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Чувашской Республики со стабильным прогнозом. Это касается и облигаций республики, находящихся в обращении на внутреннем рынке, на сумму 2 миллиарда рублей. Как отмечают аналитики агентства, подтвержденные рейтинги отражают низкий уровень прямых и условных обязательств, а также стабильный операционный баланс республики. Напомним, что чуть ранее рейтинговое агентство Moody's также подтвердило рейтинги Чувашской Республики в иностранной и национальной валюте на уровне БА2 по международной шкале, сохранив стабильный прогноз по международным рейтингам. Такая оценка дает Чувашии возможности в дальнейшем проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную привлекательность региона. Молоток и кувалда давно уже не в моде. Эти ручные инструменты заменили современные высокие технологии. Но по-прежнему молодые люди не особо спешат освоить рабочие профессии. По данным специалистов, за последние несколько лет авторитет рабочих профессий в стране сильно пошатнулся. Необходимо повышать их престиж. Нехватка рабочих рук обсуждается не только на региональном, но и федеральном уровне. По статистическим данным на 1 июля 2014 года в Центр занятос населения города Чебоксары работодателями заявлено 7063 свободных вакансий по рабочим профессиям, что составляет 79% от общего объема заявленных вакансий. На ту же дату на учете в Центре занятости города Чебоксары состоял на учете 865 граждан, имеющих рабочие профессии, или 42% от общего числа безработных граждан, состоящих на учете. Таким образом, на одного безработного гражданина, имеющего рабочую профессию, приходилось 8 свободных рабочих мест. Многим безработным гражданам отказывают прием на работу по различным причинам. Первая причина – это несоответствие к квалификации безработных граждан. Другая причина – многие вакансии менее привлекательные, то есть низкая оплата труда, хуже условия труда. То есть спрос не соответствует предложению. Выбор рабочей профессии сегодня почему-то чаще воспринимается как отсутствие выбора. А на самом деле это удачный старт для профессионального и карьерного роста. Национальное телевидение Чувашии ломает стереотипы. В передаче «Один день с профессионалом» мы рассказываем о сварщиках, строителях, трактористах и поварах. Более того, реальные школьники в нашей программе знакомятся с профессией от А до Я. И сами задают вопросы специалистам, студентам и преподавателям техникумов. Порой их стереотипы разрушаются на местах. Ребята на собственном опыте убеждаются, что автомеханики – это не запачканные в мазуте и бензине молодые люди. И место работы может быть комфортным и чистым. И повар – вовсе не женская профессия. Все больше молодых людей учатся искусству приготовления блюд. Профессия становится опорой в жизни. Зная свое дело, выпускник может работать на себя, организовать собственное дело или заняться выполнением частных заказов. Например, штукатур-маляр также, помимо трудоустройства по договору, может учредить собственную строительную фирму или работать индивидуально. Подобные варианты существуют практически для всех рабочих профессий. Сейчас национальное телевидение «Чуваши» готовит к эфиру программу «Круглый стол», в которой будет обсуждаться вопрос, насколько востребованы у выпускников учебных заведений полученные ими специальности. Принять участие в дискуссии можете и вы, прислав вопросы на наш электронный адрес или оставив их в группе «Национальная телерадиокомпания» ВКонтакте. Можно и продиктовать по телефону 64 10 55 до 4 августа. Вчерашние выпускники СУЗов, ВУЗов находятся в поисках достойной работы. Кто-то ее уже нашел, кому-то пока не везет. Как защитить свои права? Что надо сделать, чтобы работодатель обратил на тебя внимание? Поиску ответов на эти вопросы посвящена деятельность Международной организации «Движение за достойную работу» и общественное благополучие. В одном из проектов приняла участие и волонтер из Чуваши. Движение объединяет неравнодушных молодых людей по всей Словении уже 4 года. За это время сделано немало. Социальные акции, конференции, мастер-классы и семинары, посвященные безработице и нестабильной занятости, плотная работа с правительством страны и предложения по изменению законодательства. Вот лишь небольшая часть того, чем занимается организация. В этом году ее представители также приняли участие в программе «Россотрудничество. Новое поколение» и посетили школу молодого лидера в Москве. Одним из самых заметных проектов «Движение за достойную работу» уже второй год является летний молодежный лагерь, в котором в этом году приняла участие Ольга Лебедева, представитель Чебоксарского волонтерского центра «Содружество». Я поехала в Словению на месяц для участия в программе Европейской комиссии «Молодежь в действии». В рамках этой программы я участвовала в молодежном лагере, который проводит организация «Движение за достойную работу». В этом лагере участвовали активные молодые люди из всей Словении, те, кому небезразлична проблема безработицы. Сейчас такое явление набирает силу, как прикариат, то есть люди, которые работают непостоянное время, и у них нет гарантии своих, гарантии прав, и организация «Движение за достойную работу» старается защищать их права, рассказывать им о том, какие у них есть права, и как бы представлять их на государственном уровне. Мне очень понравилось, что молодые люди проявляют активность, не сидят сложа руки, проявляют свою инициативу, предлагают свои варианты решения проблем, так как в Словении высокая безработица, и они предпочитают взять все в свои руки и действовать самостоятельно. Завтра в 20 часов и 50 минут в эфире национального телевидения «Чувашия» премьера специального репортажа на посту номер один. Его герои – новобранцы Чувашии, которые теперь носят гордые звания рядовых президентского полка. Служить в самом сердце России они уехали осенью. Спустя полгода с ними встретилась и наша съемочная группа. Моим коллегам удалось побывать в полку и увидеть изнутри быт кремлевских солдат. Еще осенью они стояли на сцене призывного пункта Канаша, а теперь в Москве рядовые кремлевского полка заступают на самые почетные посты. В роте специального караула сейчас несут в службу двое ребята с Чувашия. Солдаты выдерживали сложные даже по меркам президентского полка экзамены. Ста-часовым кремлевских стен – настоящая честь. И ее удостаиваются только лучшие из лучших. Наша рота выезжала в Купавну, где мы занимались строевой подготовкой, отрабатывали шаг, занимались карабинами. И там существует макет, практически точное подобие магии недельского солдата, где мы тренировали заступление. И по итогам мы выставляли оценки и потом ставили в караул. В свободное от караула время солдаты тренируются. Отрабатывают все до идеала. Место тренировок – двор здания арсенала Московского Кремля. Выход на пост номер один – это целый ритуал. И каждое движение должно быть оточенным. Количество шагов, остановки, повороты и тот самый пристальный взгляд солдат друг на друга при смене караулов – это то, чем восторгаются москвичи и гости столицы, которые приходят специально посмотреть на развод караула на Манежную площадь. Собственно, сама тренировка всегда остается за кадром. Солдаты первой роты специального караула признаются, что сложнее всего было привыкнуть к частым фотоспышкам. Обычно за сменой караула наблюдают десятки людей. Военнослужащим приходится проявлять невероятную выдержку. Просто стоять сейчас в строевой стойке. Для начала это сложное испытание. Но потом привыкаешь. Ну, как работает. Каждый день это, считай, выполняешь. Интересно стоять, наблюдать за эмоциями людей. Рядовой Юрий Казачков несет службу на не менее значимых постах. Он заступает в караулы у Кутафьева и Троицкой башен Кремля во время конных и пеших разводов. И здесь у солдат президентского полка есть тоже свои ритуалы. Также учатся работать с карабином и также свой шаг. Но шаг в основном один, 90 градусов. Шаг под углом 90 градусов. Этому солдат президентского полка начинают обучать уже с первых дней службы. Но оттачивают его не только на тренировках. Даже в вооруженную комнату они заходят с Троем. Это тоже особенный ритуал. И в кремлевских казармах его соблюдают всегда. На мероприятиях с участием президента страны именно они вносят в зал государственные символы. Солдаты кремлевского полка в первых рядах и на параде победы. Для любого юноши, который попадает сюда на службу, потом открываются дороги во все силовые структуры. Чувашия направляет сюда своих призывников на протяжении вот уже четырех лет. И такая возможность выпадает далеко не каждому региону. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика, из Москвы. Специальный репортаж о службе кремлевских солдат смотрите завтра, 30 июля, в 20 часов и 50 минут. Перечень художественной литературы, выпускаемой Чувашским книжным издательством, пополнился сборником произведений режиссера-постановщика Дмитрия Михлеева. Ось земли, именно так называется книга нашего земляка, известного в Белоруссии журналиста, писателя и кинорежиссера. Не так давно в Чебоксарах прошел седьмой международный кинофестиваль. В этом году своей работой представлял на свет зрителей известный белорусский режиссер «Наш земляк» Дмитрий Михлеев. Я снимал, всегда я уже говорил, детей, стариков и животных. Почему? Потому что здесь было ноль политики и возможность выразить себя, свою любовь, свое отношение. Еще одной возможностью выразить себя и свою любовь для Михлеева стала книга. В книгу вошли произведения, написанные автором в разные годы жизни. Некоторые из них печатаются впервые. Это полностью инициатива издательства. Мы к нему много лет уже обращались, просили. В конце концов, он все-таки осилил эту книгу и создал. У него своеобразный язык, он сюжет умеет делать. У него всегда такое интересное начало. И герои – это узнаваемые люди, это типажи, это деревенские жители. Мы работали практически полгода над этой книгой. Редактировали, согласовали многие моменты. И некоторую часть произведений мы не могли включить, потому что объем книг не позволяет. Основное содержание книги – это повести. И не просто рассказы, а киноповести. Кстати, определенной изюминкой труда автора стали так называемые кинобайки. Иначе говоря, анекдоты и смешные случаи из жизни киношников. А с чего все началось и откуда у автора появилась любовь к литературе, рассказал друг Михлеева. Учились в одной школе, в одном классе, за одной партой. И как-то вот учителя у нас хорошие были, особенно по чувакскому языку и литературе. Она начала водить кружок, литературный кружок. И вот все наши ребята заболели просто стихоплёстом, стихотворством. Кто-то писал маленькие рассказы, кто-то там и башенки писал. И с этого и началось. И не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это как раз про Михлеева. Ведь его талант разносторонен. Не имея музыкального образования, но имея абсолютный слух, он работал настройщиком гармонии. Также рисовал на досуге и подрабатывал иллюстратором книг. Но основным его делом стала кинорежиссура. А также, помимо всего прочего, Михлеев пишет стихи. Главный редактор Чувашского книжного издательства пообещал, что в ближайшее время они будут опубликованы. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня в Национальной библиотеке прошла встреча московских писателей с читателями из Чувашии. Какие литературные сюжеты сейчас востребованы, узнавала и наша съемочная группа. В библиотеке собрались писатели, поэты, литературные критики и авторы разных возрастов. Они рассказывали о себе, о своих книгах, зачитали стихи и рассказы. Проза и поэзия, прозвучавшая на встрече, вызывала то мурашки по коже, то смех и улыбки. Любить тебя, что нырять в прорубь, конечно, весело, но страшно. Любить тебя, так мало толку, как день, сегодня ждать вчерашнего. Любить тебя, что шаром быть, когда-нибудь, ну, точно ломаешь, воистину. Тебя любить не позволит ценной роскоши. Любить тебя очень опасно, как по горам, по гости, скользя. Но все к чертям. Это так прекрасно, что не любить тебя нельзя. Эдисон Патмара, чувашский писатель, прочитал в свою очередь свое произведение. Он убежден, что подобные встречи необходимы каждому писателю. Вот каждый себе пишет. Каждая в своей комнатушке есть. Кто-то в деревне, кто-то в квартире. И каждый думает, свои мысли излагает. И потом, наконец-то, выпустил книгу. И начинает бегать. Глаза у него бегают. Говорит, книги не читают. Читайте мои книги. А может быть, когда ты пишешь, надо еще думать, ездить, встречаться. На память о встрече остались книги с автографами. Москвичи подарили библиотеке свои издания и работы других московских писателей. Уборочная страда в Чувашии набирает обороты. По информации Министерства сельского хозяйства, в районах скошено более 20 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Пока посеянные культуры не радуют богатыми всходами. Урожайность с одного гектара составляет 15 от силы 20 центнеров. Ударными темпами сейчас работают аграрии южных муниципалитетов. В Яльчикском районе убрано уже 20,5 тысяч гектаров. В Батревском более 19 тысяч. Пока синоптики не предвещают обильных осадков, но все может измениться. В Министерстве сельского хозяйства призывают не уповать на хорошую погоду и ускорить с темпы работ. В ряде муниципалитетов уже началась уборка картофеля. В этом году аграрии должны получить неплохой урожай второго хлеба. В некоторых хозяйствах сейчас задумываются о строительстве новых хранилищ для картофеля. Правда, до сих пор актуальна для республики проблема с неосвоенными землями. Их площадь превышает 49 тысяч гектаров, но уже в этом году картина должна измениться. В текущем году ожидается вот 6,5 тысяч гектаров залеж земель. На сегодняшний день введено около 5 тысяч. Но вот хочется отметить, у нас есть субсидии, предусмотренные в республиканском бюджете на введение в оборот залеж земель. В то же время на текущую дату в местных бюджетах предусмотрено только 943 тысячи рублей. Это Аликовский, Урмарский и Цивильских районах. Остальные районы, которые планируют, в своих бюджетах не предусмотрели. На этой неделе погода благоволит сельчанам. По прогнозам синоптиков, со среды в республике ожидается жаркая погода. До конца недели погода на территории Чувашской республики будет формироваться под влиянием южной части циклона. Местами пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. Ветер ожидается переменных направлений, слабый. При грозах порывистый. Температура воздуха значительно повысится. Минимум ночью будет составлен 15-20 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до 26-31 градуса. На заседании коллегии Минспорта Чувашии обсудили подготовку к летней Олимпиаде и Паралимпиаде, которые пройдут через два года в Бразилии. Сегодня в списке сборной команды России значатся фамилии 38 атлетов из Чувашии. По оценкам специалистов, реальный шанс отправиться через два года на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро имеют легкоатлеты, тяжелоатлеты, борцы вольного стиля, велогонщики и спортивные гимнасты. После окончательного утверждения кандидатур будет составлен план их подготовки. Ежемесячные стипендии на период подготовки предполагается установить в размере 15 и 30 тысяч рублей для спортсменов резервного и основного составов. Аналогичные стипендии будут назначены и кандидатам на Паралимпийские игры, а также зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Корее. Подготовку к этому событию также обсудили на заседании коллегии. Чувашские полицейские вернулись с победой со всероссийского турнира по смешанному боевому единоборству, который проходил в городе Севастополь. Подробность у нашего коллеги из пресс-службы МВД Олега Ашнина. Первый всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству между сотрудниками правоохранительных органов был организован Обществом Динамо и Союзом ММА России. В турнире приняли участие представители МВД, внутренних войск, сотрудники Госнаркоконтроля, Федеральной службы исполнения наказаний и других силовых ведомств. Соревнования проходили по Олимпийской системе, на вылет. В ходе боев бойцы Чувашского СОБР Александр Галкин и Александр Иннедеркин заняли четвертые места. Александр Егоров и Борис Горьев завоевали бронзовые медали. На самую высокую ступень пьедестала удалось встать оперуполномоченному из Чебоксар старшему лейтенанту полиции Игорю Кириллову. В моей весовой категории я провел три боя с представителями команд Чеченской республики, Санкт-Петербурга и команды Крыма. Уровень соперников достаточно высокий. Все они являются победителями чемпионата своих регионов. По итогам состязаний в командном зачете на третье место вышла сборная Крыма. Второй стала команда Чечни. Победили во всероссийском турнире бойцы из МВД Почувашской республики. На церемонии награждения и закрытия соревнований награды спортсменам вручали исполняющие обязанности губернатора города Севастополь Сергей Миняйло, исполняющие обязанности главы республики Крым Сергей Аксенов и восьмикратный чемпион мира Федор Емельяненко. Следует отметить, что это не единственная победа сотрудников Чувашской полиции на всероссийских и международных аренах. В МВД республики уделяется большое внимание физической и профессиональной подготовке, в особенности прикладным видам спорта. Это как самбо, рукопашный бой, легкая атлетика, преодоление полосы препятствий с практической стрельбой. У нас в рядах сегодня проходит служба 8 мастеров спорта международного класса. Более 30 сотрудников полиции имеют квалификационные звания мастер спорта, но более 50 кандидатов мастера спорта. Впереди спортсменов из МВД по Чувашской республике ждут новые испытания. Уже в октябре этого года старший лейтенант полиции Игорь Кириллов собирается принять участие в чемпионате мира по панкратиону, который пройдет в Венгрии. Пожелаем ему удачи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова